Телеканал Дважды Два представляет Бермудес, Луис Луке, Ильда Бернард, Jorge Делия, Виргиня Инноценте, Умберто Серрано, Мими Арду, Асфальдо Тессер, Моника Галан, Асфальдо Гиди, Гастон Мартелли, Диего Буссо. Продюсер Сельсо Дуран Режиссер Карлос Эваристов Оператор Рубен Герваси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова если ты уйдешь здесь твой дом и твой папа он даже не заметит как это не заметит и сошел с ума твой папа тебя обожает да но много работает женится на миранде он заведет себе другого сына это здесь ни при чем скорее всего он просто не может сказать как он тебя любит и конечно же у него много работы но он тебя любит клянусь мне все равно я ухожу это ты заставляешь меня остаться а мне нужно уйти это не мой дом не моя семья если я не уйду с тобой я уйду один нет нет минутку останься здесь я сейчас приду если ты скажешь папе чтобы он заставил меня остаться я убегу завтра или послезавтра я все равно убегу я тебя не приду мне нужно кое с кем проститься сейчас я вернусь и мы уйдем так значит кто мы мы почти ничто и почти все как это почти ничто и почти все антонелло тебе бы следовало спать в пижаме не все мы приходим сюда в поисках ребенка вижу что ты пришла с плетью нет я не пришла ссориться я ухожу из этого дома ну что ж спасибо что зашла проститься я не пришла проститься клянусь я бы ушла молча и вернулась в дом дона карло иногда человеку нужно вернуться назад но но все изменилось я пойду в твою квартиру как хорошо а почему ты передумала случилось нечто серьезное николас федерико убегал из дома я встретилась с ним внизу а сейчас он хочет пойти со мной нет николас если ты спустишься будет еще хуже если он не уйдет со мной то сбежит завтра послезавтра я только хотела тебе сказать что он со мной федерико очень плохо дай мне возможность поговорить с ним но я тоже хочу поговорить с ним он мой сын он в этом не уверен теперь спи завтра днем зайди к себе на квартиру и пожалуйста пусть никто не устраивает скандала и не трогает федерико хорошо почему 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 ты со мной говоришь ангел ангел при чем здесь ангел ангел путешествует неся месть на крыльях не вся месть на крыльях что ты здесь делаешь я недавно пришел я отдыхал может лучше пойти и лечь мне нужно отдохнуть но не спать ты говорил с лукрыцией нет крестобаль наверное это срочно раз она хочет поговорить с тобой скорее всего это касается антонелло хорошо сделать тебе чай нет я не смешиваю в кабаре я выпил пять чашек кофе крылья крылья когда ты в последний раз был с женщиной ну скажи два часа и двадцать пять минут назад два часа и двадцать пять минут назад крестобаль значит не все так трагично я думал дело намного серьезнее старый хитрец вот кто такой а теперь я приготовлю тебе кофе лучший кофе на свете крестобаль зачем что я уже давно расплачиваю за все это ну теперь все готово феде ты забыл положить в сумку трусики почему все мужчины одинаковые дон карло и лоренцо тоже такие когда они куда-то уезжали мне приходилось укладывать вещи феде феде открой глаза соня ты занял мою постель мне жаль будить вас сеньор но вы уже большой я не могу отнести вас на руках я буду спать здесь нет сеньор это моя постель а для тебя все готово в спальне и будет лучше если ты уйдешь без пререканий я старше тебя это не помню я тебя убираю она СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты помнишь того кретина, который впервые пригласил меня поужинать? Помнишь? Весь мир был у него в кармане, ты над всем смеялся. Ты был кретином, но ты был живым. Николас, ты был живым. Это почти улыбка. Хочешь заняться любовью? Любовь. Как занимаешься любовью? Я никогда не занимался любовью. Всегда был секс. Только секс. Почти жених и невеста. Почти любовники. Почти никто. Никто. Синьор, я искал по всему дому. Федерико не спал на своей кровати. Не беспокойся, Беллиардо. Мой сын ушел из дома. Не пугайся, все под контролем. Я переоденусь и пойду. Для меня? Ну, видишь, глупец. Теперь нам не придется прятаться. Добрый день. Завтра готов, синьор. Как насчет утреннего поцелуя? Доброе утро. Так уже лучше. Я уже выходила. Купила хлеб, джем, молоко и шоколад. Почему ты наделал ту же одежду, что и вчера? Я не заметил. Да? А трусики ты надел? Да. Те, в которых пришел? Знаешь, что мы сделаем? Сначала позавтракаем, а потом пойдем за покупками. А то с тем, что есть в холодильнике, мы умрем с голодом. А также мы тебе купим пару трусиков. Зачем пару трусиков? Как это зачем? Потому что их нужно менять каждый день, как и носки. Тебя этому не учили? Все равно. Нет, не все равно. Также нужно каждый день мыться. нужно пользоваться платком, а не шмыгать носом. Я не виноват. Каждый день, когда я встаю, у меня течет из носа. Это аллергия. Я не знала. Вот, возьми. Ты принес зубную щетку? Забыл. Хорошо, что у тебя голова прикреплена к туловищу. Ну ладно, знаешь что? Когда пойдем за покупками, купим еще и зубную щетку. А также большие листы бумаги. Зачем нам бумага? Увидишь. В этом доме у нас будет столько солнца, сколько нам захочется. Добрый день, сеньора. Добрый день, сеньора. Как спали? Спала, как всегда, Биллиардо. Засыпала, просыпалась. Врачу придется поменять мне снотворное. Ваш врач считает, что вы должны спать, принимая снотворное, которое он прописал. Оно не очень сильное. Мой врач идет. Я уверена, он-то всю ночь спит, как сурок. Да, Федерико. Федерико не зашел поцеловать меня, прежде чем уйти в колледж. Наверное, он сердится за пощечину. Федерико нет, сеньора. Да? В это время он уже в колледже. Нет. Он убежал из дома. Как убежал? Сообщили в полицию? Может быть, его похитили? Успокойтесь, сеньора, успокойтесь. Сеньор Николас все знает и попросил меня ничего никому не говорить. И меня это удивляет. Перед тем, как он ушел на работу, я снова спросил об этом, и он ответил, что все под контролем. Если я решил закрыть вопрос с отправкой судна, Гастон, то не потому, что ты меня уговорил, а потому, что не хочу огорчать бабушку. Тебе пришлось проглотить это. Твои глаза переполнены ненавистью. Ратурита, правда, у него глаза полны ненависти. Гастон, знаешь, какая разница между нами? Не знаю, мы давно не умоемся вместе. Основная разница в том, что ты меня ненавидишь. А я тебя игнорирую. Ты для меня не существуешь. Осторожней, кузен. В любом моменте все может измениться, мы можем оказаться на месте. Сейчас ваш кузен заговорил о мессе. Я заказал мессу по душе моей сестры Ребекки. Рассчитываю на ваше присутствие. Нет. Нет, Артур, мне не до мессы. Все летит к чертям. Драма, драма. Как это все летит к чертям? У женщины, которую я не люблю, будет ребенок. А мой сын не разговаривает со мной. Ушел из дома. А женщина, которую я люблю, перекрыла мне кислород. Вам кажется, этого мало? Женщина, которую вы любите? Ну ладно. Забудь о том, что я сказал. Я не знаю, что говорю. Ну, пожалуйста, Антонелла. Никаких игр. Ну, это здесь, напротив. Я сыграю две фишки и сразу вернусь. У меня есть деньги. После обеда пойдем вместе. Здесь много плохих мальчишек. Каждый смотрит за своей игрой. Я сыграю на две фишки. Старфеттер. И вернусь. Что это? Старф... что? Старфеттер. Игра с ковбоями. Очень интересная. Пожалуйста, Антонелла. Никаких «пожалуйста». Ты сбежал из дома, но не будешь весь день проводить в том месте, где тратят деньги. К тому же нам нужно украсить наш островок. Мы с тобой будем Робинзон Крузо и Пятница. Глупые имена. Ладно. Для нашего дуэта клоунов мы целую неделю придумывали имена. Даже больше недели. А почему тебе не нравится Робинзон Крузо? Против этого я не возражаю. Мне не нравится Пятница. Звучит глупо. Давай сделаем вот что. Раз Пятница звучит глупо... А как тебе суббота или воскресенье? Не могу поверить. Как ты мог позволить уйти ему, Николас? Мама, у меня ничего другого не оставалось. Федерик очень сердит. У него это пройдет. Ты что, не понимаешь? Он ушел из дома. Пожалуйста, он ушел. Но не ушел. Успокойся. Да, Бильярдо мне сказал то же самое. Но я не могу быть спокойной, если мой 11-летний внук ходит бог знает где. У меня не рыбья кровь. У меня тоже не рыбья кровь. Но ты ничего не делаешь. Федерико вернется. Сегодня днем я его увижу. Значит, ты знаешь, где он? Да, разумеется. Я знаю, где он и с кем. И с кем же он? С Антонеллой. Она тоже ушла из дома. Но она не вернется. Полагаю, с Федерико все будет в порядке. А ты как? Я не знаю, на каком я свете. Не знаю. Разрешите? Да. Это оставил для вас, сеньор Артура, отчет об аудиторской проверке. Там мой кейс. Положите в него. Я его прочту вечером дома. Да, сеньор. Зачем вы носите оружие, сеньор? Как зачем? Для безопасности, консуэлло. Не понимаю. Оружие всегда опасно, сеньор? Да, консуэлло. Но в последнее время похитили многих предпринимателей. Одни пропали, другие убиты. Сын одного из них до сих пор просит сообщить информацию о местонахождении его отца. Я не желаю этого для моего сына. Не знаю, спасет ли меня оружие, но... Я все равно ношу его с собой. О бильярду вы так говорите, как будто меня волнует, что делает Антонелло. Меня она совершенно не интересует. Николас мой. Я жду от него ребенка. Знаете, что это означает? Представляю, сеньоритон. Это означает, что все, что мы делали с братьями по секте, дало результат. Ваше участие тоже оказалось важным. Вы очень помогли. Да, я знаю, знаю. Но один вопрос, сеньорита. Почему на собрании братьев все в белых одеждах, кроме меня? Наберитесь терпения, бильярду. Мы уже готовим вас для церемонии вступления. После этого у вас будет такая же тога, как и у нас. Надеюсь, это поможет. Вы удаляете волосы? Не будьте скотиной. О чем вы говорите? У меня нет усов. Я обесцвечиваюсь. У меня появилась пара темных волосков. Я подумал, что вас заинтересует новость о том, что сеньорита Антонелла ушла из дома. Вовсе нет. Мне все равно, здесь она или нет. Хотя, конечно, неправда. Не все равно. Мне бы хотелось, чтобы она вернулась. Когда я забеременела, Я очень развлекалась с ней. Правда, мне бы хотелось, чтобы она вернулась. Не беспокойся, Тадди. Я сделаю так, что она никогда, никогда не вернется. Я сконцентрируюсь. И она не вернется. Посмотрим, что у нас получится. Я не хочу, чтобы она вернулась. Нам очень хорошо одним. А теперь слушай, что я тебе скажу. Я научу тебя концентрироваться. Потому что ты тоже наделен способностями. Ты должен нарисовать свое солнце. Как тебе нравится. У каждого из нас будет по солнцу. Ты рисуешь марсианское солнце? Я никогда не видела его с усами. А это что? Очки. Я не видела солнца в очках. Ты сказала, что я могу нарисовать его таким, каким захочу. Да, сеньор. Но почему очки? Оно близорукое? Нет. Так что же? Мой папа не носит очки. И у него нет усов. А это здесь при чем? Я не хочу, чтобы солнце было похоже на папу. И почему же ты не хочешь, чтобы оно было похоже на папу? Я могу повесить его на стену? Да. Куда хочешь. Вот возьми ленту. Это папа. Ты ему сказал, что я с тобой. Феде, папа ничего тебе не сделает. Алло? Да, Густаво, я здесь. Минутку. Это я больна, и только я имею право решать. Хорошо, прости. Я забыла. Нет, Араки, я не забыла. Я забыла сделать анализы. Да, обязательно приду. Не ругай меня, Густаво. Привет. Привет, дорогой. Мне звонила мама Марисоль? Да, сказала, чтобы ты заехал. Хорошо. Антонелла не звонила? Насколько я знаю, нет. Если позвонить, скажи, что ничего обо мне не знаешь. Почему столько таинственности? Потому что сейчас я поеду к ней. А где она? В моей квартире. Кристофаль, я чуть не умерла от страха. Что ты здесь делаешь? Я пришел сказать тебе нечто очень важное. Ну, я же тебе говорила, что я здесь не могу разговаривать. Но можешь выслушать. Я больше не хочу быть ничьей тростью. Что? Все закончилось. Не знаю, испытываю ли я к тебе то же самое, что 30 лет назад. Но точно знаю, что это не дружба. Я не хочу быть твоим другом. И также я не позволю тебе использовать меня, когда тебе плохо. Кристофаль, ты сошел с ума. Пожалуйста, уйди. Я люблю тебя. Не знаю, будет ли у нас будущее, но я люблю тебя. Если это будущее существует, мы можем войти в него, взявшись за руки, или же оно пройдет мимо нас. Я люблю тебя. И не дрожи так. Мне наплевать, что нас услышат. Я люблю тебя. Если уйду отсюда один, мы больше не увидимся. Мне уйти? Консуэлита, помните, я вам... Не называйте меня консуэлитой. Прошу прощения. Мне нужна папка, которую я вам дал. Мне нужно добавить кое-что в отчет. Она у сеньора Николаса. Могу я зайти за ней? Сеньор Николас ушел и уже не вернется. Он забрал ваш отчет, чтобы ознакомиться с ним дома. Я сама положила его в кейс. Черт возьми, какое невезение. Надеюсь, он его принесет. С вашего позволения. Я все еще жду твоего ответа. Мне уйти? Мне нужно закончить кое-какие дела. Кристобаль. Это займет пять минут. Ты можешь подождать? Ну вот, чемпион, к тебе гости. Привет, Феда. Мы с Марисоль пришли, потому что она очень скучает по тебе. Я тоже очень скучаю по тебе. Три фишки. Договорились. Пожалуйста, осторожно переходите через улицу. Удачи, пока. Ну, как он? Глупый вопрос. Очень глупый. Я сказал, что скучаю без него, он мне даже не ответил. Он по тебе скучает. Ты нужен ему. Мне так не кажется. Посмотри это. Что? Нижний рисунок. Да, это солнце. Немного странное. Да. Его нарисовал твой сын. Пририсовал ему очки и усы, и знаешь почему? Нет. Чтобы оно не было похоже на тебя. А почему оно не должно быть похоже на меня? Этого он мне не сказал, но я знаю. Так зачем же он это сделал? Потому что если солнце не похоже на тебя, оно его не оставит. Все время будет с ним. Рядом. Поэтому оно не похоже на его отца. Он нас разорит. Твой племянник нас разорит. Он истратил на это ожерелье все, что мы ему дали. Это хорошее вложение, глупец. Когда он на ней женится и все унаследует, каждый из нас получит треть состояния. Ну, так что ты хочешь? Чтобы он сознался, что работает в мастерской. Как в мастерской? Ты мне сказал, что он инженер. А где, по-твоему, работают молодые инженеры или врачи в этой стране? Заклеивают автопокрышки или гоняют на такси? Хорошо, хорошо. Ты попросил у меня денег, я тебе их дал. Хорошо. Не делай из этого проблемы. Завтра я тебе немного дам. У меня еще остались. И не будем больше об этом. Скажи истарухе, что я пришел поговорить с ней. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Артуро. Артуро. Ты где? Синьор Артуро. В туалет, что ли, пошел? Что с тобой? Ты с ума сошел? Я тороплюсь. Ты мне нужна. Ну, я тороплюсь. Мне нужно идти. Твой кузен обманывает меня с Антонелло, и я этого не позволю. Меня не волнует, кузен. Я сказал, ты мне нужна. Ну, что с тобой? Я не хочу думать. Но я не перестаю видеть и слышать Ракель. Вот что со мной. Давай займемся любовью. Ты с ума сошел? Раздевайся. Гастон, мне не нравится, что ты со мной так обращаешься. В тот раз я промолчала, потому что тебе было плохо. Но если это не прекратится, я поговорю с твоей бабушкой. Давай поговорим с бабушкой. И с кузеном тоже. Расскажем ему, что ребенок, которого мы ему навязываем, от меня. Это его ребенок. Когда сделают анализ крови, узнают правду. Что он не его, а его шалобливого кузена. Пожалуйста, Гастон. Ничего не говори. Ты обещал ничего не говорить. Положи свою одежду на это кресло. Сейчас же. Я могу тебя поцеловать? Спасибо, что пришел. Вот еще что, Николас. Я не рассчитывала на фельд, и у меня сейчас дополнительные расходы. Ты не мог бы дать мне немного денег? Да, разумеется. Этого достаточно. Спасибо. Я его немного балую, но это стоит того. Сегодня купила ему трусы, и не хватило на кроссовки, которые ему понравились. Кроссовки? Да. Я тебе сказала, его нужно немного побаловать. А отца кто побалует? Мать. Пусть тебя балует мать ребенка, которого ты ждешь. Марисоль, теперь ты знаешь, где мы. Так что, когда захочешь, можешь прийти. Если я приду завтра, то принесу солнце, которое нарисую. Вы повесьте его на стену? Конечно. Скажи, а чья это квартира? Твоя? Нет. Нет. Это квартира одного друга. Он военнослужащий. Он на службе. Он здесь не живет? Он заходит иногда для сражений. Я хотела сказать, после сражений. И то, когда получает увольнительную. Думаю, пока мы здесь, он не придет. Он будет жить в казарме. Пойдем, Федор? Я останусь здесь. Конечно. Я хотел сказать Марисоль. Пойдем, Марисоль. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Ангел путешествует, неся месть на крыльях. Не будет тебе покоя, Николас. Ни тебе, ни женщине, которой ты любишь. Вы оба виновны. После того, как вымоешься, надень трусы и носки, которые я тебе купила. Договорились? Иду, иду. Снимем пальчик со звонка. Мы не глухие. Где он? Кто? Не прикидывайся наивный. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Ах да, он в ванной. Принимает душ, пока я готовлю ужин. Нет, не входи. Он голый. Дура. Я же тебе сказала, он голый. Дура. Дефективная идиотка. Вот именно. Дети и пьяные всегда говорят только правду. Ты один? Не будь наивным, кузен. Твое выступление звучит хорошо. Но оно не отличается от того, что говорят политики, которые губят страну. Прости. Привлекать иностранные инвестиции и давать рабочие места не означает губить страну. Посмотри, в кого мы превратились. В стране полно евреев. Добавим к этому наплыв корейцев, японцев. И не будем забывать о братьях латиноамериканцах. Я вас внимательно слушаю. У нас огромная страна и мало населения. Это хорошо, что сюда приезжают люди? Конечно, хорошо, что приезжают люди. Но из Соединенных Штатов, из Европы, они такие люди. Эти люди заражают. Нас заражают, меня заражают. Гастон, пожалуйста. Что, Гастон, тетя? У Миранды будет ребенок. Конечно же, он будет беленький и красивый. И все будет хорошо. Но в 2000 году, если мы не примем меры, она может иметь красивого ребеночка, но япончика. Это так. Они станут хозяевами наших внуков. Но это же нацистские мысли. Да, мама, да. Гастон и есть нацист. Не говори глупостей. Это не глупости, бабушка. Или ты не знаешь, что твой внук зол на тебя? Нет. Не знаешь, но это так. Он и его дружки, все блондины с голубыми глазами, злятся на тебя, что ты выдвинула еврея на премию фонда культуры. Но он достойный человек. Для него нет. Он выше его, сидит справа от Бога. Синьор? Что, Беллиардо? Этот кабальер спрашивает вас. Инспектор Басурто из отдела убийств. Простите, что беспокою вас в такое время, синьор, но мне нужно поговорить с вами. Из отдела убийств? Простите, я не понимаю, что-то случилось? Я могу говорить в присутствии всех? Разумеется, инспектор. Да, говорите, меня удивил ваш визит. Что случилось? Мы нашли тело проститутки с двумя пулевыми ранениями в груди. Простите, я не понимаю. Простите, я все равно не понимаю. У нее в руке была вот эта записка. Как видите, здесь ваше имя. Буквы вырезаны из газеты. К сожалению, на бумаге нет отпечатков пальцев. Николас Сукарнеха Михея. Ангел путешествует, неся на крыльях мести. Я его ненавижу. Ненавижу. Антонелло, иди посмотри. Сейчас не могу. Мне нужно мыть посуду. Антонелло. По телеку передают новости. Говорят, какую-то женщину убили. По вине папы. На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два телемаркет». Кам에서 «Дважды два утра» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok